Это программа «Спортивный Краснодар». Меня зовут Дмитрий Пономарев. Здравствуйте! Сегодня в гостях в нашей виртуальной студии на удаленной связи с нашей телекомпанией Мария Цыплакова, тренер сборной Краснодарского края по бейсболу и лапти и президент Федерации бейсбола и лапты. Для меня было большим удивлением, что такая федерация в нашем крае существует. Здравствуйте, Мария! Рад вас видеть! Добрый день! Я так понимаю, что лапта – это больше русский вид спорта, а бейсбол, насколько я знаю, американский. Вы решили соединить, поскольку похожи правила. Да, вы действительно правы. Лапта – это исконно русский национальный вид спорта, развиваемый у нас в стране. Есть модификации, которыми занимаются в других странах, в частности Германия, Молдавия, ну то есть это ближнее зарубежье Европа. А бейсбол – это американский, ну практически уже тоже национальный вид спорта, очень развитый в Америке, потому что у них действительно грамотное развитие этого вида спорта и хорошее вложение в развитие и распространение. Да, лапта и бейсбол между собой схожи, и там, и там бита мяч, но в бейсболе есть ловушка, потому что мяч более жесткий, а в лапте мы играем голыми руками, потому что мяч достаточно комфортный и мягкий. А из чего он сделан, если не секрет? В лапте мяч из тенниса большого, но сейчас Федерация русской лапты России и подала заявку в международную организацию, в международную компанию, которая производит различные мячи для того, чтобы создать свой мяч, который будет конкретно лаптовый, так скажем. А в бейсболе мяч жесткий, он каучуковый, весит достаточно прилично, поэтому там нужна защита для рук. Ну да, там, я насколько знаю, и сетка на лицо надевается в бейсболе. Вы очень верно упомянули, что для Америки это прямо национальный вид спорта, поскольку, если взять даже все американские фильмы, очень часто встречаются там всевозможные бейсбольные матчи, есть отдельная категория людей, которые коллекционируют карточки с игроками, ну, наверное, как у нас с футболом, да, то есть для нас, наверное, больше футбол, национальный вид спорта, для них бейсбол. Как давно существует вообще федерация в Краснодарском крае, и почему было решено ее создать? Маленькое уточнение, без боли сетки на лицо не одевают, единственное, что в атаке одевается каска на голову для того, чтобы защитить бегущего и бьющего. Теперь к вопросу, который вы задали. Федерация бейсбола и лапты в Краснодарском крае существует с конца 2017 года, именно в тот момент я решила ее создать, потому что развитие лапты сначала все началось с того, что я перебралась жить в Краснодарский край в 2015 году и стала заниматься лаптой. Постепенно бейсбол присоединился к сфере моей спортивной деятельности и просто встала необходимость создания федерации, потому что наличие федерации дает несколько большие возможности развития вида спорта в регионе, чем ежели бы федерация отсутствует. Поэтому это просто такая вот техническая необходимость создания федерации. А какое примерно количество спортсменов у нас занимается и тем, и другим видом спорта в федерации? На самом деле, вот развитием лапты занимается, вот конкретно действительно занимается развитием Северский район и Кущевский район. Также есть районы, которые тоже начинают развивать лапту. Это Динской, это Успенский район, это Славинский район. С бейсболом немножко посложнее, потому что для того, чтобы развивать бейсбол, нужно больше оборудования. Если в лапту мы можем играть на любой площадке, даже в футбольное поле, просто пришкольный участок, то с бейсболом посложнее. Здесь уже нужно больше пространства для того, чтобы не повредить близлежащие какие-то сооружения. И вот сложность именно с бейсболом, развитием бейсбола в том, что дорогой инвентарь и нужны специализированные площадки. Поэтому бейсбол пока на данный момент развивается только в Северском районе и немножко начинает подключаться Кореновск. А в остальном пока вот нет специалистов скорее даже. Ну, федерация молодая, все еще впереди в любом случае. Просто там чуть больше двух лет. Чуть больше двух лет. Тем более, все-таки, если, как вы верно упомянули, лапта – это такой вроде как типичный для России вид спорта. Причем очень старый. Я знаю, что в эту игру начинали играть чуть ли не в 18 веке, если не раньше, да? В 12 веке. А, даже в 13 веке. При раскопках Новгорода были найдены, раскопки 12 века, были найдены биты, были найдены сохранившиеся мечи. То есть вот мы уже с тех пор можем рассуждать. При Петре Первом Семеновские преображенские полки в качестве обязательной физподготовки использовали именно игру в лоту. Это очень здорово, что вы фактически занимаетесь серьезной работой по возрождению этого вида спорта в нашем регионе, у нас здесь, на Кубани. Вам огромный большой плюс. Надеюсь, услышат наш с вами разговор Министерства физической культуры и спорта. Обратите на это внимание. Те ребята, которые занимаются в федерации, которые играют в Северском районе, в других районах, которые вы упомянули, сейчас пока режим самоизоляции, как они проводят время, есть ли у них какие-то тренировки, возможно, одиночные дома или в квартире, определенные какие-то элементы они выполняют, что-то делают? Обязательно в режиме самоизоляции наша первая задача сохранить наработанные физические параметры каждого спортсмена, углубить знания, правил, потому что это нам возможно в рамках домашнего обучения. То есть обязательно мы тренера прописываем, тренировочный план, который выдается детям. Дети дома, каждый имеет какой-то минимальный набор инвентаря. Скакалка, мяч, платформа, скамечка, стул. То есть самое простое. Обязательно работают, выполняют тренировки, присылают отчеты. Мы ведем свою страничку в Инстаграме, и очень много народу, даже не только наши родители, наших детей, но просто люди смотрят, и им действительно нравится смотреть за нашим прогрессом тренировочным, за тем разнообразием, за теми идеями, которые приходят нам в голову вот именно во время карантина, как разнообразить детский досуг, потому что мы занимаемся не только тренировками, мы вот тут недавно совсем организовали такой читательский флешмоб, когда в моем клубе я дала детям задание такое, прочесть за неделю книгу, выбранную ими из художественной или классической русской рубежной литературы, и снять ролик небольшой об этой книге до одной минуты. И вот мы такое вот запустили, у нас дети действительно читали книги, выбирали классные произведения литературные, которые бы, может быть, даже в другой момент и не было бы времени их с парменом прочитать. А тут мы вот нашли на это время, выявили при помощи родителей двух победителей, и они получат свитшоты с нашим именным клубной атрибутикой. И помимо тренировок мы как-то стараемся детей поддержать в таком эмоциональном плане, что совсем скоро, мы надеемся, все это закончится, страшные болезни от нас уйдут, и мы сможем уже дальше полноценно заниматься спортом. А сейчас, конечно, тренируемся. То есть, я так понимаю, основной базой, где происходят какие-то сборы, какие-то тренировочные моменты, это все-таки служат пока Северский район и вот другие, о которых вы сказали. Или же в Краснодаре есть какая-то площадка или какое-то спортивное учреждение, где точно так же можно собираться на какие-то мероприятия спортивные, на сборы, на тренировки и так далее? В самом городе Краснодаре вообще вот наша беда, федерации, меня как тренера, у нас нет специализированной базы, у нас нет полей для бейсбола и в крае. То есть, специализированные поля для бейсбола есть только в Москве. Не так давно была построена Рустар-арена, и уже в прошлом году там проводился европейский клубок по бейсболу. То есть, у нас есть такая вот база, вот прям действительно с отличными возможностями именно в Москве. У нас есть ребята в клубе, мой клуб называется «Сокол», в клубе есть ребята, которые входят в сборную России по бейсболу, и они выезжают на сборы туда с национальной сборной России, с молодежной сборной России. И месяц вот буквально до карантина как раз-таки один из наших спортсменов Владислав Кочетов провел со сборной России две недели в Сочи. Они были на тренировке до этого месяца, они тренировались на Рустар-арене. Вот нам в крае просто стоит вопрос острой необходимости наличия вот именно такой базы, где мы могли бы действительно работать и развиваться должным образом. Понимаю, понимаю. Ну, будем искренне надеяться, что вопрос решится. В скором времени вас услышат. Ну, то, что слышат, я здесь в этом плане вообще никаких сомнений не имею. Скажите, а в каком, в принципе, в возрасте в этот вид спорта, я говорю сейчас конкретно о лапте, например, приходить можно и приходят вообще у нас ребята? Приходят с той целью, чтобы начать играть в эту старинную русскую игру, забаву, не знаю, как правильно сказать. Нет, конечно же, игру. Это спортивная игра, это вид спорта, действительно серьезный. Вообще, чем раньше ребенок приходит в спорт, тем лучше, тем больших возможностей он добьется. Самый молодой спортсмен пришел к нам в возрасте 5 лет. Понятно, что в этом возрасте это какая-то вот такая больше игровая, развлекательная, небольшая нагрузочка для того, чтобы детей привлечь, заинтересовать и чтобы они остались. А основной возраст детей, которые приходят в спорт, это 7-8 лет. Для каких-то видов спорта это уже взрослый слишком возраст, для нас это самый нормальный, самый приемлемый, необходимый возраст. Вообще вот лапта, она очень динамичная, нужно много бегать, нужно прыгать, развивается координация, развивается ловкость, скорость, скоростная выносливость. То есть лапту вообще называют шахматами на поле, на спортивном поле, потому что очень нужно быстро принять решение в какой-то вот момент. И от этого тобой принятого решения будет зависеть дальнейший исход игры. Поэтому лапта – это тот вид спорта, который я советую каждому родителю разобраться с ним и отдать своего ребенка хотя бы попробовать. Я просто представляю себе, как родители там спрашивают, так, ну что там, в футбол играешь, хочешь играть? Не, не хочу, неинтересно. Может, в баскетбол? Нет, тоже неинтересно. Ну куда-то, наверное, надо тебе на спорт идти, заниматься чем-то. Хочу, папа, мама, хочу в лапту идти играть. Что за лапта? Лапти плести, что ли? Что это за вид спорта такой, да? Непонятно. Я просто, ну как бы я знаю, да, потому что встречал в художественных произведениях упоминания. Вот вы о Петре Первом сказали, есть замечательное произведение автобиографическое у Алексея Толстого. Как раз о Петре Первом и там описывается это очень хорошо. Эти полки, как раз-таки, вот как их гоняли тогда, как их физически готовили к этому всему. Вот за эти, ну чуть больше, чем два года, что существует федерация. Я так понимаю, у вас в любом случае был очень серьезный подготовительный процесс. Вы с 15-го года здесь, три года, фактически, да, два года вы морально готовились и находили какие-то пути, да, для реализации своих идей в развитии этого вида спорта. Вот за то время, что уже существует федерация, как вы считаете, насколько активно идет именно среди подрастающего поколения интерес повышается, развивается там внимание к этому виду спорта со стороны власти, со стороны Министерства физической и культуры спорта, со стороны средств массовой информации в том числе. Как вы считаете, заинтересовало ли это всех общество в первую очередь? Ну пока о том, что общество заинтересовано лаптой и бейсболом говорить, наверное, рано, потому что нам пока еще недоступны выходы на телеканалы, которые смотрят все общество. Нам пока есть куда стремиться. Но действительно, вот если сравнить то, с чего мне пришлось начинать в 2015 году, когда я приходила в школу, для того, чтобы набирать деток на секцию лапты, дети в большинстве своем, да, практически 99% вообще не понимали, что такое лапта. Они не знали, не слышали, и приходилось объяснять лапту практически на пальцах и используя бейсбол, потому что бейсбол, они вот, как вы сказали, действительно, они его видели где-то в американских фильмах, в каких-то рекламах, где-то в каких-то картинках. Это им понятно. А то, что у нас есть своя такая игра лапта, никто не знал, не слышал. Но сейчас, ну, по крайней мере, в северском районе, действительно, все знают, что такое лапта, все слышали о наших, ну, я не побоюсь этого слова, достаточно громких на уровне всероссийском победах. Сейчас также мы подключили вот с 17-го года бейсбол, и уже много детей, которые приходят в секцию к нам, именно зная, куда идут, зная, какими видами спорта они хотят заниматься. Много деток приходят с футбола, много деток переходят с акробатики, с хоккея, с волейбола, потому что, ну, чего-то, наверное, хотят дети нового, интересного попробовать. И очень небольшое количество детей, которые, попробовав себя в лапте, куда-то дальше уходят, потому что лапта, она очень демократичная игра. Да, в принципе, бейсбол то же самое. Любой ребенок даже, пусть он быстро не умеет бегать, но он будет точно кидать, или он будет сильно бить. То есть каждый ребенок найдет себе применение в данном виде спорта и сможет помочь команде. Со стороны родителей какой вы отклик ощущаете? Нравится ли им то, что дети для себя открывают такой новый и необычный вид спорта? Или же они, может, пока с недоверием как-то к этому делу относятся? Родители достаточно позитивно и хорошо, в принципе, относятся к тому, что дети занимаются спортом, потому что спорт не дает возможности уйти куда-то в сторону не очень хорошую, на улицу, связаться с неправильной компанией и выбрать не тот жизненный путь. То есть спорт, наоборот, в любом случае дает только позитивное отражение на развитии ребенка, поэтому родители всегда зачастую, мы можем организовать какие-то поездки, вот именно потому что родители захотели, чтобы их дети поехали на сборы на море, например, или еще что-то. То есть родители очень вовлечены у нас в процесс. Часто родители занимаются организационными вопросами по федерации, мне помогают. То есть я сама стараюсь выстроить такое взаимодействие ребенок, тренер, родитель, потому что вот именно в этой связке мы можем достичь каких-то хороших результатов. Какие-то есть уже, ну хотя бы предварительные планы по встречам, по сборам именно на летнее время, вот на этот сезон 2020 года? По турнирам говорить мы пока не можем, потому что это будет зависеть, во-первых, от Минспорта России, как распорядятся, как это все перенесут куда-то дальше на конец года или на следующий год. То есть здесь пока рассуждать нет смысла, мы будем ждать официальных итогов, и тогда уже будем думать о тех соревнованиях, которые мы можем посетить, куда можем выехать. А по поводу тренировочного процесса, как только будет карантин, самоизоляция, все вот это вот у нас снято, мы с детьми продолжим обязательно тренировочный процесс, намеченный, в планах у нас намечены сборы на море. Я хочу деток вывести все-таки, я думаю, для психики детей вот это вот резко лишились в школе, да, вот общества, какого-то тренировок нет, хоть мы и продолжаем общение и через мессенджеры, и через интернет, вот видеосвязь, но все равно им хочется общаться вместе. Поэтому я думаю, что мы с детьми уедем на море, будем заниматься спортом, плавать и оздоравливаться. Пока вот такие планы. Готовиться к ближайшим каким-то соревнованиям, ну хотя бы вот в таком формате, да. Вы упомянули всероссийские сборы и сказали, что наша команда на достаточно хорошем счету, на российском уже уровне. Вы могли бы выделить все-таки фаворитов, вот конкретно если брать и лапту, и бейсбол в нашей стране. Это, ну, все привыкли, да, что Москва, Питер, это как бы такие города самые крупные, самые обласканные с точки зрения Минспорта, да, страны. Огромное количество всевозможной инфраструктуры, и поля, и стадионы, и даже самые вроде как неведомые никому виды спорта, они развиваются. Ну, есть возможность, во всяком случае, себя пробовать, там где-то что-то выбирать. Но, если брать, например, там командные более популярные игры, там как регби, например, да, хотя тоже вроде нетипичная игра, да, для нашей страны. Когда я встречался с представителями федерации регби, мне говорили, что, как ни удивительно, но фаворитами чаще всего становятся вообще некрупные города, где очень сильные регбийные команды, где тренируют там по старинке, в стареньких обшарпанных спортивных залах ребята занимаются, маленькие поля, но, тем не менее, как-то вот там, видимо, растут самые такие вот уже подготовленные ребята к этому. Вот если взять лапту и бейсбол, кто у нас все-таки на самом крутом счету сейчас в стране? Здесь хочется сказать, все решают кадры. Вот это относится к лапте вот сто процентов, потому что, если брать динамик развития лапты вообще по России на данный момент, то основными сильными регионами не будет ни Москва, ни Петербург, будет Башкортостан, Воронежская область, Краснодарский край, Республика Удмуртия, то есть те регионы, где есть тренера-энтузиасты, по большому счету. В лапте вот действительно, не имея должной господдержки, практически с мизерным финансированием госбюджета, мы развиваемся только вот за счет действительно энтузиазма тренерского, и где есть тренера, которые хотят, несмотря ни на что, работать, просто лбом в стену уперевшись, мы это делаем на самом деле. В Башкирии, допустим, Башкортостан, если взять, у них практически в каждом районе существуют команды, практически в каждой школе есть уроки лапты, то есть преподается лапта на уровне физкультуры, и вот отсюда, если бы у нас в каждом регионе на уроках физкультуры, как вот там гимнастике уделяется внимание, лыжам в тех регионах, где это возможно, там волейболу, баскетболу, если бы также нам уделялось в учебной программе время для лапты, это было бы дало огромный толчок для развития, потому что действительно классная игра, и дети любят ее. А бейсбол здесь немножко другая ситуация, опять же, скорее всего, потому что финансово более затратный вид спорта. Здесь как раз-таки, ну так скажем, рулит Москва, потому что в Москве существует очень много клубов бейсбольных, также развивается Петербург, бейсбол, есть бейсбольная команда в Костромской области, Владивосток, Находка, ну у них близость Японии, потому что там у них своя лига, им есть с кем там играть. Крым, очень хорошая команда в Крыму, ну и мы вот, Ростов и Краснодарский край с недавних пор тоже начал входить в бейсбольное сообщество. Искренне желаю, чтобы все эти чаяния ваши в первую очередь сбылись, касательно организаторских процессов, касательно спортивной инфраструктуры, которая поможет развитию этих двух видов спорта в нашем крае. Вам огромных успехов, ребятам сил, побольше позитивных эмоций, хорошо, что вы их продолжаете заряжать, держать на нужной позитивной планке и искренне надеюсь, что в ближайшее время получится выехать на море и поработать, и отдохнуть, и подготовиться к новым спортивным состязаниям, к новым победам. Я вас благодарю, спасибо. Спасибо огромное. Это был спортивный Краснодар. Любите спорт, занимайтесь спортом и живите здоровым образом жизни, выбирайте тот вид спорта, который вам действительно интересен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова